Больше 24 тысячи километров и 41 день у дороги. Такую вандровку на велосипеде ожитявил выкладчик Белорусской Державной Сельгаз Академии Павел Крупенин. Наши корреспонденты сустрелились с вандровником и высветлили, как проходил его маршрут. Всего я проехал через 10 стран. Он начался на родине у нас в Беларуси. Дальше была Литва, Польша, Чехия. Немножко кусочек буквально маленький Словакии. После Словакии Австрия, Словения. Очень красивая горная страна. Ну а дальше три больших страны. Это Италия, Франция и конечная точка путешествия Испании. У гэты вандруцы был у Паула компаньон брат Александр. Но до лучшего он только в Италии. Разом я не завершил маршрут. А до гэтыль по Европе Павел ездил один. С собой вез, так бы мовить, у весь дом. У меня была кухня. У меня была спальня. Постельное белье, тот же самый спальный мешок. Одежда была для выхода за пределы дома. То есть ездовая, в которую ехал. И одежда для дома. Те же самые шлепанцы. Я их вез. Особливо запомнились темпераментные каталонцы и маляуничьи и европейские мястины. Велосипед Паула не подвел. Правда, был момент, когда велосипедист думал, что вандровка скончилась. У Польши треснула рама. Оледа помогли мясцовые байкеры. У планах Паула шарговый ваяж. Это дело меня зацепило капитально. То есть я планирую на следующий год в любом случае куда-то съездить. Это будет более-менее далекое путешествие. Его длина, скажем, будет зависеть от того, будет у меня компаньон. В частности, я планирую взять свою супругу в путешествие. Апоколь Павел Крупенин занимается своей непосредной работой, выкладая студента. Дарыши на факультете механизации сельской господарки. Дей сам в лучшуюся калисти. Седа Каспарова, Сергей Корпяку, Александр Тарасов, Новины, Регион.